Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и разработчики в очередной раз выложили рулетку, розыгрыш бомбический и главная награда контейнеры бомбический, которое можно взять в количество пяти штучек. Что лежит в этих контейнерах? Ну, можете посмотреть в принципе сами, здесь действительно контейнеры довольно не кисло напакованы, довольно интересными, хорошими, годными машинами, плюс есть вероятность выпадения еще каких-то контейнеров, плюс может выпасть голда, но не спешите сильно оттягивать свою нижнюю губу, потому что голда здесь выпадает с не такими уж и высокими процентами, поэтому, ребят, сильно не радуйтесь и не думайте, что сейчас вы прямо золотитесь. А вот машины действительно выпадают ребятам довольно часто, по крайней мере, таких комментариев огромное количество я получал и со многими ребятами переписывался в чате игры. Также можно получить ключик от запертого контейнера и в данный момент, допустим, открыть контейнер на объект 3 топора. Что касается всего остального, ну давайте начнем с ценника. 20 прокрутов обойдутся вам в 20 680 голды. Я решил, что буду в этот раз крутить исключительно с умом и исключительно с математическим расчетом. Мой математический расчет следующий. У меня на счету 14 227 голды. Я готов опуститься не ниже 10 тысяч по золоту. Что такое, в принципе, 20 тысяч с золотом, ну а точнее 20 680. Вернемся к контейнерам бомбически и посмотрим на то, что в них, допустим, лежит. Ну тот же самый Чифтейн, Каро, СТРВК или АМХ, МЛЕ54. Вот эти вот машины, десятки, стоят, как правило, в районе 20 тысяч золотом в голом состоянии. Ну а некоторые можно и дешевле взять порой. Ну, допустим, того же самого клинка можно было взять на Черную Пятницу гораздо дешевле. Поэтому я считаю, что 20 тысяч, а точнее 21 тысяча золота, это стоимость полной рулетки. Это, грубо говоря, десятка, которую вы можете взять в любой момент, когда она продается просто в магазине. Или три восьмерки. Именно поэтому я решил, что крутить буду, грубо говоря, на 4 тысячи с копейками. Если я не выбью себе ничего, значит, я не окупился. Ну а если я выбил себе что-нибудь, значит, я пошел в плюс. Короче говоря, вот такая вот математика. Давайте пытаться отсюда что-то достать. Мне почему-то кажется, что в первую очередь мне будут выпадать вот эти вот дурацкие контейнеры с кастомизацией, которые меня не интересуют абсолютно. Я не готов даже 50 голды отдавать за какой-нибудь там аватар и так далее. Сначала заберем все контейнеры, ну а потом уже будем их открывать. Пока просто сливаемся вниз. Ну, давай. Давай мне сразу бомбически и на этом мы рулетку перестаем крутить. Нет? Нет. Кастомизация. Великолепно. Контейнер с легендарным аватаром. Нафиг мне не надо, честно говоря, за ту голду, которую я за него отдал. Едем дальше. За 200 голды. Но, давай. Давай. За 200 голды я получаю себе контейнер мистический. Ну, в принципе, можно сказать, что выгодно, потому что 2 мистика стоят 500 голды. Опять-таки, как показала практика, мистики, ну не настолько крутые, как их рисовали. И действительно из них не настолько круто падает, как хотелось бы. У меня, допустим, там было такое, что я открывал несколько мистических контейнеров второго уровня. И там вероятность выпадения в 2 раза выше целых 10%. И с 10% мне мистические сертификаты не падали. И один раз у меня получилось на одном из аккаунтов открыть мистический контейнер третьего уровня. Там, где целых 15% шанс выпадения. И что вы думаете? Правильно вы думаете. Мне не выпал танк. Мне не выпал мистический сертификат. Поэтому, ребят, я не считаю мистические контейнеры прям крутью и несу светой. А с другой стороны, есть ребята, которые пишут в комментах и в чате игры по поводу того, что открыл 5 мистиков, забрал 2 десятки. Короче говоря, кому как фортанет или у кого как подкручен аккаунт. Я все-таки, с учетом того, что это компьютерная игра и этим занимаются айтишники, больше чем уверен, что здесь реальных шансов выпадения как таковых очень мало. Здесь просто идет математический расчет, исходя из того, что у тебя уже есть в ангаре, сколько раз ты крутишь эти рулетки, сколько голды ты купил, а сколько голды ты просто насобирал просмотром рекламы. Короче говоря, мне почему-то кажется, что все это входит. Входит в общую математическую формулу, которая дает вероятность выпадения. Но мне все-таки хочется, хочется верить, что и мне когда-нибудь, что-нибудь нормально будет сыпаться из контейнеров. Хотя, как показывает моя практика, и вы в этом можете убедиться на моем канале в отдельных разделах, в частности раздел контейнеры и раздел рулетки. Вот там у меня собраны видео, в которых я открываю контейнеры, в которых я кручу рулетки. Ну и соответственно, ребят, там можете посмотреть, насколько я фартовый в отношении открытия. Контейнер с кастомизацией. На этом, ребят, мы завершаем пока, по крайней мере, потому что у меня следующий прокрут стоит 830. Ну, а я уже спустился до 10 с половиной. Как я говорил, ниже 10 уходить у меня нет желания. Я нахожусь на 11 прокруте, ребят. То есть, грубо говоря, я прокрутил половину рулетки. Половину прокрутов сделано. А теперь давайте будем пытаться достать чего-нибудь интересного из тех контейнеров, которые нам отсюда высыпались. Высыпалось, в принципе, ребят, на удивление, неплохо. Здесь я спорить абсолютно не буду, потому что контейнеры с кастомизацией я не собрал все. Хотя был в полной уверенности, что именно эти контейнеры в первую очередь появятся у меня в хранилище. И я бы этому очень сильно был раздосадован. Так, открываем контейнер, начнем с кастомизации. Просто чисто, чтобы его открыть, для того, чтобы его у меня не было. Пробка. Просто супер. И куда мне ее ткнуть, эту пробку? Но куда ткнуть, мы сейчас разберемся, когда откроем контейнеры, которые мы получили. Великолепно. Командир кого? Блинных войск. Вот я так понимаю, что сейчас я вставлю пробку туда, куда надо. И буду говорить постоянно, блин, блин, почему же мне ничего не выпало. Итак, что касается черного ящика, из которого может упасть голда. Голду, понятное дело, я получаю целых 100 голды. Вау! Вау, насколько я окупился. Прям крут несусветная. Ну, грубо говоря, мои затраты сейчас на рулетку составляют 4000. Ну, это так, приблизительно. Теперь откроем контейнеры. Вот эти вот, собери их все. Опять-таки, одни из тех контейнеров, которые большинство игроков считают самыми нефартовыми на выпадение чего-либо. Смотрим. Третий контейнер. С третьего контейнера нам падает 1000. 1000 золота вернулось, потому что были собраны соответствующие сертификаты. Если у вас недостаточно количества этих частей сертификата на золото, которые можно забрать из Собери их все, то, соответственно, не рассчитывайте, что с этой рулетки вы 1000 голды себе однозначно вернете. Ну что, теперь, в принципе, наверное, будут все считать самое интересное. Это 6 мистических контейнеров. Что я с них получаю? С первого мистического контейнера я забираю себе. Вау! Ничего себе! Две части сертификата на 200 свободки. Я очень круто поднялся. 400 свободки на дороге не валяются. Еще 400 свободки и 7 дней према. Но... Ничего себе! Практически 5000 свободного опыта я сейчас уже собрал, ребят. Это действительно очень круто. Остается 2 контейнера. Ну... Ну дай мистический сертификат. Я реально слил. Кстати, не спешите радоваться. Вот этот вот ловец молнии, он нифига не стоит. 10 тысяч золота. Это не тот аватар. Мне уже один раз так писали. ГСН тебе выпал крутой аватар. Его можно обменять. Нифига его обменять нельзя. Это обычный аватар, который можно обменять исключительно на вот эти вот осколки. Все, ребят. Вот такая вот математика получается. Что мы из этого всего получили? Да ничего. По большому счету, просто большое ничего. Да, я получил там какие-то дни према. Если быть точным, то вот вам, пожалуйста, целых 8 дней према аккаунта. Но, в принципе, это все, ребят. Больше ничего. На всякий случай сейчас зайдем, перепроверим. Мало ли, может я все-таки ошибаюсь. Может здесь в премиумных аватарах мне выпал как раз тот аватар, который можно обменять на 10 тысяч голды. Но, еще раз повторюсь, ребят, обменять на 10 тысяч голды можно лишь тот аватар, который является анимированным. Вот там, где рука анимированная держит анимированную молнию и трясет ею вперед-назад, там да, там действительно можно обменять на десятку голды. Да, что-то с видюхой, короче, делать мне надо однозначно, потому что вот это притормаживание анимации в магазине и в хранилище, это просто ужас какой-то. Реально. Понимаю, что беда, но эту беду, к сожалению, пока решить не получается. Что самое интересное, что даже общался с ребятами и айтишниками, они сами пожимают плечами и не знают, что с этим делать. Так, вот этот аватар, надеюсь, сейчас ловец молний обменять. Ну и вот, пожалуйста, 100 осколков. Это то, что я хотел вам показать в отношении того, что это не тот аватарчик, который действительно несет в себе радость и счастье. Теперь давайте будем подбивать итоги в отношении того, что у нас получилось. У нас получилось великолепно слить, грубо говоря, 3000 голды, потому что косарь Фартова мне вернулся с... Собери их все и, в принципе, ребят, на этом все. На этом для меня розыгрыш контейнеров вот этих вот в дальнейшем, наверное, заканчивается. Не знаю даже, что делать, 1600 сейчас еще слить или нет, но не вижу в этом абсолютно никакого смысла. Потому что здесь у меня, в принципе, 1600 уйдет, в принципе, вот здесь вот сразу, да. Мы тратим даже чуть больше. Это всего лишь два прокрута. Ну а что касается моих шансов достать те же самые контейнеры бомбические, и они составляют менее 1%. С высокой долей вероятностью, но, как видите, по процентам здесь 21% на контейнер с легендарным аватаром. И здесь у меня еще занимает черный ящик. Один или два тут уже не имеют никакого значения. И целых 25% практически это контейнер с кастомизацией, опять-таки. Поэтому дальнейшие мои прокруты, скорее всего, сожрут, в принципе, мою голду контейнерами с кастомизацией, либо с аватарами. Поэтому, друзья мои, всегда ставьте себе правильные границы в отношении прокрута рулеток. Ну и, в принципе, везение вам, в первую очередь, когда вы этим всем занимаетесь. Искренне вам желаю, помимо везения, мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Я побежал снимать следующее видео. Ну а вы, друзья, не пропускайте их. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Ну и обязательно лайкните данное видео. Я стараюсь специально для вас. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok